меня зовут никита пугачёв всем добро пожаловать на сегодняшний стрим мы сегодня поговорим о мобильной съемки в качестве в частности food видео и будем разбирать ролик который вы видите сейчас на экране он снят полностью на мобильный телефон снимал на iphone 12 pro max смонтирован на компьютере потому что на компьютере было больше возможности по пост продакшен но в целом все то же самое почти что можно сделать и на телефоне просто на компьютере есть больше возможностей работы со слоями и по цветокоррекции и прочему я сам снимаю уже порядка 12-13 лет перешел из фотографии видео потому что по сути одно и то же возможности намного больше картинка двигается 25 кадров в секунду и это дает более широкие возможности при создании каких-то творческих идей при реализации поэтому я из фотографии перепрыгнул видео и вот так вот этим занимаюсь уже достаточно давно перепробовал себя в роли самых разных специалистов от режиссера до монтажера до оператора прошлогодняя работа где я снимал клип ливану гарозиу который уже вышел из состава black star худи если кто-то слышал такой клип то есть и проекты самые разные от большой коммерции до каких-то творческих роликов есть музыкальные клипы сейчас основной основное время я трачу именно на съемку food видео коммерческого и обучение это два таких направления в принципе этот ролик нас кафе он и родился благодаря тому что мне хотелось создать какой-то очень крутой продукт который будет снят на телефон рассказать об этом и дать возможность попробовать всем это повторить и научиться изначально по этому ролику изначально получается так что я пришел в мобильную мобильную съемку из большой профессиональной рекламы и у меня были все возможности и скиллы для того чтобы создать какой-то уникальный продукт то есть мне хотелось чтобы телефон с помощью телефона чтобы я снял ролика его невозможно было отличить от какой-то дорогой рекламы которую мы видим каждый день это оказалось не самая простая задача и конечно же мне хотелось развеять миф о том что на телефон невозможно ничего снять то есть в итоге получилось так сделать для этого сам ролик я снимал порядка пяти дней была такая неплохая подготовка к нему были тесты на которых я смотрел вообще как ведет себя продукт как снимает камера насколько реально добиться того или иного эффекта но и в итоге за пять дней получилось отснять такой вот прикольный материал при создании сюжета я учитывал особенности мобильного телефона поскольку у него достаточно плоское изображение мне хотелось всегда добиваться большой глубины резкости чтобы был размытый задний фон и во время создания и разработки сюжета приходилось избегать каких-то очень сложных кадров которые наполнены большим количеством мелких деталей из-за того что телефон сильно очень сжимает изображение и в целом не дает записать зафиксировать ту картинку которую я вижу глазами или вижу голове поэтому если вы будете создавать какие-то рекламные проекты ну и в целом при съемке на телефон учитывайте что нужно продумывать сюжет и нужно продумывать композицию кадра так чтобы она эффектно смотрелось на телефоне можно заметить сейчас ролики чем тут очень мало каких-то мелких деталей то есть вот эти все зерна которые вы видите они достаточно крупные если бы они были более мелкими и тогда текстура была более размытая картинка была бы не такой качественный плюс я еще все кадры старался наполнять каким-нибудь действием съемка по сути на телефон от съемки на обычную камеру ничем не отличается и поэтому такая же большая работа проводилась с каждым кадром до и после на этапе при продакшена на этапе съемки и обработки очень много кадров в них присутствует какой-то наезд или какие-то монтажные фишки типа ускорения на языке очень правильно выверенная очень правильно выверенная композиция это все создает такой рекламный клевый эффект благодаря которому изображение в целом можно оставить в один ряд со съемкой на обычную камеру очень очень сильно продумывал контраст изображения при съемке на телефон получается что работать с черным достаточно тяжело потому что телефон не так клево записывает черные как обычная камера и нужно это учитывать стараться либо избегать изображение вот как мы сейчас видели где очень много черного фона потому что его на пост продакшене будет приходиться обрабатывать и стараться наполнять и делать более более яркие кадры которых больше это кадр называется высоком ключе когда у вас больше светлого чем темного но в целом если вы потом сильно будете обрабатывать изображение этого эффекта эффект зерна эффекта шума можно избежать просто это дополнительная работа которую вы будете делать на этапе пост продакшен мы сейчас затронем тему можно ли снимать коммерцию на телефон и где можно камеру заменить на телефон я вам покажу несколько роликов вот этот ролик снят совместно с телефоном и с обычной камеры 50 на 50 и тут в целом тяжело разобраться где у нас есть телефон где у нас используется телефон где используется обычная камера так что это такое сразу первое доказательство того что вы в целом можете применять в коммерческих проектах мобильную съемку и ничего такого в этом не будет оставим на этом красивом кадре с арбузом так ну допустим так вот это кстати говоря кадр который снят на телефон и по мне такого вообще не отличить от кадра который снят на камеру многое зависит от того где вы будете использовать ваш материал потому что если он будет крутиться в кинотеатре конечно тяжеловато будет снять замедленную съемку и растянуть на такой огромный экран если вы используете ролики в финале в инстаграме за там вообще вряд ли кто-то отличит на что снят ролик плюсы которые есть мобильной съемки это очень быстрый доступный способ плавно войти в эту нишу food видео и начать уже практиковать дом почти что на своей кухне если мы будем брать в расчет какой нибудь музыкальный клип то там достаточно много вложений приходится делать на при продакшене и чтобы снять что-то эпичное мощное и объемное приходится делать большие вложения здесь же вы можете взять ваш телефон прозрачную прозрачный стакан с чаем и наснимать прикольных кадров где у вас чай растворяется в горячей воде при правильном свете свет кстати можно использовать от окна завесив его шторкой и расположив по 90 градусов от камеры в таком случае свет будет просто идеальный для того чтобы сделать объемное изображение чтобы у вас был красивый свет и теневой рисунок так что достаточно окна телефона и стакана с горячей водой и чаем уже с этого можно начинать практиковать сделать какие-то материалы эти же материалы впоследствии вы можете даже продавать на стоках так что вот самый простой старт который можно с которым можно войти в эту нишу коммерческие проекты в принципе когда вы работаете мы сейчас побольше о коммерции поговорим когда вы работаете когда создаете какой-то коммерческий проект в целом не так важно на что вы его снимаете важно чтобы ваш клиент важно чтобы ваш клиент получил результат хороший инструмент которым он сможет воспользоваться для своих целей там привлечение новой аудитории промо какого-то продукта поэтому если вы на телефон можете создать качественное изображение вот например как мой ролик на скафе я с помощью него выхватил очень крупный заказ для по футсъемке если вы можете с помощью телефона создавать качественное видео то это в принципе вам такой двойной зеленый билет потому что первое вы показываете первое вы показываете то что вы даже при ограниченных возможностях можете создавать очень крутой продукт и второе вы говорите ну если я вот снимаю на телефон так то при более широких возможностях будет более крутой результат так что таким кейсом можно себя очень хорошо продвигать в этой индустрии для создания такого ролика много чего не нужно если у вас будет там три четыре подобных кейса то в целом можете спокойно залетать в любой ресторан показывать общаться и начинать с ними там сотрудничать сначала каким-нибудь бартером потом уже можно договориться о других условиях когда вы уже зацепились на общение кстати если кому-то интересно 12 апреля у меня как раз стартует курс на котором я буду учить создавать конкретно вот этот ролик на примере этого ролика будет огромный трехмесячный курс по мобильной съемки где мы все подробности поэтапно будем разбирать там от подготовки съемки и постпродакшн который делится на монтаж работа со звуком и цветокоррекцию если интересно заходите на мой сайт при съемке на телефон приходится достаточно сильно дотягивать картинку на этапе постпродакшна но к счастью для этого никакие вложения не нужны я делаю это в программе davinci resolve она есть бесплатная ее функционала хватает с головой для того чтобы получить качественный результат на выходе без каких-либо ограничений и покупки полной версии приходится конечно очистить картинку от шумов приходится работать с цветами чтобы белый был таким насыщенным чтобы были вот эти блики по бокам вот такие вот эффекты взрыва их все можно докрутить на посте местами где-то добавить побольше глубины резкости а который спрашивал один из зрителей ну и на выходе получится вот такой вот клевый качественный результат в целом эти возможности в урезанном виде можно повторить на телефоне но если вы делаете какой-то коммерческий продукт то от вас конечно будут ожидать чего-то интересного и на телефон не все эффекты можно реализовать самое самое важное одно из самых важных это цветокоррекция потому что те цвета которые вы видите сейчас они очень сильно обработаны для того чтобы были максимально рекламными глянцевыми такими сочными и дорогими чтобы черный был насыщенным при этом белый был очень ярким правильный цвет кофе чтобы кадры между собой были хорошо склеены по яркости и цвету все это нужно делать на пост продакшене но из-за того что мобильная съемка имеет некоторые ограничения на самой съемочной площадке приходится довольно сильно попотеть для того чтобы картинка была изначально крутой потому что таких широких возможностей как дорогие камеры телефон дать не может так что нужно постоянно балансировать делать на съемке чуть больше чтобы делать на пост продакшене чуть меньше и на выходе будет получаться очень хороший результат вот для достижения более художественной картинки можно использовать дополнительные линзы в принципе не важно какого бренда эти линзы сама линза по себе это призму которая искажает нам изображение как нужно если вы хотите снять более широкую картинку или если вы хотите приблизить фокус чего мне так изначально не хватало кто стоит использовать дополнительные линзы которые вам намного расширит возможности и развяжут руки мне частенько хотелось сделать прямо очень макро планы или делать более широкоугольное изображение чего не хватало в изначальных камерах но это не означает что без этих линз вы не сможете стартануть то есть у меня была очень определенная задача и я как можно ближе к ней подбирался еще на этапе съемки в принципе все то же самое можно отснять и без дополнительно без дополнительного оборудования просто где-то нужно будет чуть-чуть подзумить где-то нужно будет чуть-чуть побольше света да кстати распространенный миф эти дополнительные линзы не улучшают картинку они просто искажают изображение и вы получаете ну скажем нужного угла или нужного фокуса изображения на картинка лучше не становится то есть сам телефон вот он тот максимум который может записать лучше этого уже не будет но все у apple с этим проблем нет они дают очень клевую картинку главное пользоваться сторонним приложением для записи чтобы вы могли полностью регулировать выдержку диафрагмы в телефонах нету конкретно в этих iso баланс белого чтобы все эти настройки были контролируемые и вы четко работали в контролируемой среде зная что вам нужно в общем если подводить итог можно ли снимать коммерцию на телефон можно нужно и я думаю вот чем дальше мы будем продвигать это направление тем больше людей будут смотреть в эту сторону как такой более доступный и простой способ получения контента а это означает что более широкие массы смогут погрузиться в это направление с телефону очень удобно что вы не арендуете огромное количество оборудования которое вам нужно для съемки а просто достаете можно сказать его из кармана и начинаете снимать это снимает большие хлопоты в подготовке и в принципе расходом там вам не нужно никакой трансфер вам не нужны не нужны дополнительные люди не дополнительно оборудование короче есть большие плюсы вопрос по поводу телефонов какими телефонами можно снимать я бы обобщил телефонами можно снимать всеми у которых есть достаточно замедленная съемка в айфоне моем замедленная съемка 240 кадров в секунду этого мне хватило для того чтобы сделать вот эти кадры но многие кадры я продумывал с точки зрения действия например например когда падает падают кофейные зерна кофейные гранулы из ложки то вначале они двигаются намного медленнее чем если я бы их сыпал сверху они бы набирали скорость и я бы фиксировал снимала где-то в середине поэтому это такие ущерения чтобы вот эти вот кофейные гранулы были сняты именно в момент разгона скорости и тогда кажется что там не 240 кадров в секунду а там все 400 и везде где я мог применял такие эффекты например когда у меня падает капля от камеры вниз то есть у меня шприц с этой каплей находился буквально в нескольких миллиметрах от самой камеры и благодаря этому когда он появлялся в кадре он еще только начинал набирать скорость за счет этого кадр смотрелся намного более эффектно ну и плюс сама капля по перспективе было намного больше и круче это backstage самой съемки и так мы начинаем главное это простая визуализация для того чтобы вы смогли эффектно снять эти кадры чтобы сложность кадров не запарывала вам качество изображения то есть чем более продуманный а визуально простой кадр минималистичный тем лучше он будет смотреться на мобильной съемке об этом говорил но скажу еще раз всякие сложные узоры наполненные какими-то мелкими деталями выглядит не так хорошо как какие-то минималистичные сцены и кадры поэтому старайтесь делать старайтесь не добавлять в свой ролик по крайней мере в начале такие кадры потому что маленький сенсор не очень мощная детализация сильная так сказать если можно так сказать и изображение будет немножко рассыпаться тем более если вы будете их обрабатывать а скорее всего вы будете их обрабатывать это может еще больше расшатать качество изображения поэтому лучше делать по минимуму всего например использовать какой-нибудь светлый фон и на нем будет какой-нибудь яблоко это будет смотреться круто либо если вы делаете какие-то паттерны это узор если что например вы хотите снять если вы делаете какие-то паттерны важно чтобы объекты были большие если мы берем то же самое яблоко если оно большое в кадре и их лежит много это окей если яблоко яблоко маленькая там превращается в полу точку тогда это уже не очень хорошо из-за того что детализация будет теряться и очень аккуратно нужно использовать замедленную съемку поскольку при таких экстремальных значениях fps 240 кадров в секунду изображение супер сильно пережимается поэтому если вы его будете наполнять опять же какими-то сложными деталями то из-за этого будет падать качество так что когда вы снимать какие-то замедленные кадры продумываете чтобы там продумывать и композицию этого кадра наполнения чтобы она лучше подходила под эту задачу например если вы если снимать какую-то круг крупу совсем мелкую замедленной съемки тогда она может немножко теряться то есть превращаться из выражения будет превращаться в кашу если мы снимаем уже что-то более крупное это кофейные гранулы и очень сильно приближаемся получается так что кофейные гранулы становится больше тогда окей мало кто кстати хорошо готовится перед съемкой я уже говорил что съемка ничем не отличается неважно на что вы снимаете на телефон на камеру или на кинокамеру подготовка обязательно должна быть хорошей все должно быть продумано если есть возможность сделать раскадровку тогда вам будет намного проще понять вообще что предстоит вы можете в голове вы сможете в голове продумать смотря на кадр что для него необходимо что нужно докупить из реквизита провести какие-то тесты и уже на самой съемки там понять что следующие три дня мы будем снимать с полной подготовкой начать реализовывать ролик и снимать эти кадры я уже говорил но повторюсь у меня ролик 333 или пять дней я снимал этот ролик нас кафе там какие-то были сложные кадры какие-то не очень сложные в целом направлении фут съемки требует довольно много терпения это как плюс так и минус плюс потому что очень маленькая конкуренция из-за этого чтобы сделать но представляете у меня там на некоторые кадры вот например где струя воды разбивает кофейные гранулы ушло порядка 10 или 15 дублей и каждый раз нужно было до идеала намывать чашку каждый раз нужно было отбирать эти гранулы я их просыпал через сито чтобы всякие мелкие уходили оставались только крупные высыпать красивую горку все это как бы настраивать и делать один дубль и если там какая-то оплошность вы куда-то не туда налили случайно буквально в миллиметре тогда как бы кадр все надо новый делать поэтому это требует времени и концентрации не все как бы могут это выдержать так скажем в общем нужно доводить картинку до идеала то что вы видите у меня ролик вот этот прикольный ролик нас кафе за ним стоит очень большая работа на подготовке кстати еще на этапе пред продакшена всегда во время тестов можно понять какого став вам не хватает может какой штатив может какая-то перекладина ну вот всякие такие штуки на этапе при продакшена всегда закрывается если вы просто таки завтра я буду проводить футсъемку то сто процентов первые два дня у вас по сути уйдут на при продакшен для того чтобы понять во время съемки чего не хватает из-за того что одно дело вы в голове представить что я сейчас там быстренько сниму такой ролик с кофе или с чаем другое дело вы пошли и начали снимать и сразу же всплывает бесчисленное количество подводных камней и важный момент вообще рекомендую всем кто занимается съемками если вы если у вас не хватает оборудования обязательно сначала его арендуйте арендуйте берите там друзей и ищите где-нибудь чтобы им попользоваться а впоследствии уже приобрести потому что приобретать просто из-за того что я решил завтрашнего дня заниматься съемками это неправильно вы просто потратите большое количество денег и возможно не будете этим пользоваться так что золотой совет сначала всего в аренду а потом уже поймете что вам из этого точно надо или что можно заменить и тогда уже можно покупать при условии что у вас есть какие-то дальнейшие проекты или вы хотите себе снимать портфолио как видите я снимал в самой простой студии у своих друзей мне нужно было просто какое-то пространство где я могу разложиться это не будет никому мешать никакая не никакая это не специализированная площадка просто большая площадь где можно удобно расставить самый простой стол какой-то олдскульный стол у которого есть вот такие вот прикольные штучки которые могут регулировать его высоту у меня было два света свет самое главное чтобы не мерцал я последнее время пользуюсь гибким на лет светом как ковры еще их называют то есть это получается вот вы видите такой плоский прибор это полотно на которое наклеена диодная лента но это там где-то у производителя сделано и за счет этого вы получаете очень большую площадь она очень яркая можно регулировать там от холодного до теплого и как бы это не занимает вот как эти как это в общем не занимает огромное количество мест он очень удобный очень яркий фирм большое количество просто можете погуглить гибкий лет свет кстати в одном из уроков я рассказываю как сделать самостоятельно такой прибор дома который будет стоить в 10 раз дешевле это было сделано для ребят которые живут где-то где нельзя его купить или взять в аренду так что целый огромный урок с тестом самых разных осветительных приборов которые подходят под эту съемку не мерцают и огромный гайд как можно сделать примерно подобный прибор и с ним отснять кайфовый кейс также у меня есть пантограф а вот да написали softbox очень важно что здесь есть softbox сотами соты дают вам мягкий более направленный поток света чтобы вы все подряд не засвечивали и если вам нужна какая-то определенная схема света как у меня в ролике тогда соты вам в помощь опять же все все чем я вам тут делюсь есть в 6 часовом материале моего курса пантограф это вообще просто открытие года для меня было пантограф это вот эта штучка которая между мной прибором такая углообразная эти штуки используются для того чтобы крепить микрофон я подумал почему бы на нее не прикрепить телефон и оказалось что это работает и очень сильно упрощает процесс съемки вы можете регулировать камеру в пространстве просто за секунду если туда еще накрутить какую-нибудь голову или magic arm magic arm это такая шарообразная штука которая можно по-разному сжимать и поворачивать фиксировать нужном положении у меня был комплект линз сейчас пройдемся по ролику посмотрим где это может быть был комплект из дополнительных линз которые мне помогали как раз вот немножко регулировать угол обзора и самое главное регулировать фокус там ближе ну в основном ближе или совсем макро пластиковый фон самый простой пластиковый фон можно загуглить пластиковые фоны для предметной съемки и у вас там будет просто сто пятьсот разных вариантов когда если вдруг кто-то решит использовать пластиковый фон желательно приехать посмотреть потому что мне пришлось первый я купил мне не очень понравился не было очень шершавая поверхность 2 я уже прям звонил и целенаправленно говорил мне нужен тот у которого идеально гладкая поверхность прям как там как стекло вот и нашелся такой фон американской компании ссылки все опять же есть на курсе и там прям огромный список реквизита со всеми ссылками где что можно купить короче американский американская компания которая делает такие клевые фоны и на нем очень приятно было работать потому что когда ты приближаешь камеру если у тебя какая-то шершавая текстура не очень гладкая это становится заметно то о чем я вам рассказывал в этом будем немножко отвлекаться тут очень выверенная композиция и само действие продумано что гранулы только-только начинают вылетать они большие большие потому что это все просеяно через сито и таких лайфхаков огромное количество футсъемки которые помогают сделать более клевую картинку единственный косяк который я могу здесь за собой заметить это то что композиция чашки немножко слетевшие мы видим в левом верхнем угле углу короче в левой верхней части изображения есть такая темная . вправо и светлая я это оставил не стал убирать потому что мне понравилось что это как-то более живая картинка какая-то получается если бы это можно в принципе убрать на посте растянув изображение и отцентровав композицию но я решил оставить мне показалось что это более интересно выглядит вот еще один лайфхак с компами mac супер удобно и коннекте эти айфоны просто подключаешь по проводу заходишь в приложение quicktime там делаешь новая видеозапись и выбираешь свой iphone и он выводит изображение с телефона на mac у вас есть огроменный дисплей по которому вы можете разглядывать ваше изображение это был спойлер из следующей нашей темы поскольку телефон мелкий и у него экран с одной стороны а камера с другой при повороте не видно что вы там снимаете поэтому я прибегнул к такому лайфхаку чтобы разглядывать свое изображение и спокойно править композицию очень помогало вот кстати можете здесь посмотреть как выглядит пантограф в предыдущем кадре телефон стоял снизу вверх смотрел в этом кадре он уже поднят здесь используется дополнительная линза для того чтобы изображение с можно увидеть сзади насколько мелкие гранулы и насколько они крупные на телефоне чтобы прям был такой эффект погружения опять же это можно делать со стандартной камерой но придется немножко приближать картинку это уже как цифровой зум считается и мне хотелось этого избежать и снимать все как бы на физическом уровне чтобы было сразу окей чтобы картинка не не искажалось скажем так на этапе съемки это тот самый дубль про который я говорил где было там 10 этот самый кадр где было 10 или 15 дублей вы можете заметить я хочу на этих кадрах разобрать что на самой съемке у меня было супер мало какого-либо дополнительного оборудования то есть пантограф вы можете заменить обычным штативом для телефона вот эти вот палки вертикальные которые горят сзади они просто для антуража съемки самого бэкстейджа и у меня было всего два прибора 2 лет панельки вот эти которыми я подсвечиваю всю мою историю по сути дополнительные линзы еще были на телефон как бы супер мало всего что вам может пригодиться для того чтобы вы сняли кейс и пошли делать какие-то коммерческие проекты вот одна из линз а ну есть еще такое простое крепление просто на защелке которым вы крепите ваш телефон чтобы удобно было снимать и крепить его обратно еще был элемент бутафории вот эти всякие клубы дыма так мы до них сейчас дойдем это элемент бутафории такая имитация что у нас кофе с молоком просто какие-то красивые абстракции с ними тоже было много возни но они получились очень круто и как бы благодаря того что благодаря тому что они сами по себе настолько крутые мне осталось просто не напрягаясь сделать с нужной скоростью с нужным количеством кадров в секунду запись и потом просто поправить немножко цвет и получился сразу кайфовый рекламный эффект ну вот здесь видно на этом кадре вообще сразу все у меня два источника света был белый фон есть еще черный фон понтограф и телефон с креплением и линза линз у меня было несколько широкоугольная макро и 60 миллиметров давайте поговорим про ошибки которые очень часто совершают начали самая частая ошибка я вообще не понимаю почему ее совершает это совершает и мои ученики на обучении и в целом люди как бы которые начинают мобильную съемку да это в принципе относится наверное к большинству ребят на съемку проводит спустя рукава то есть если например вы повторяете какой-то референс то ну если есть задача повторить какой-то референс если у вас в голове есть какой-то кадр то частенько снимает не до конца также как надо получается что кадр получается что финальный результат не похож на то что вы хотели изначально то есть нужно добиваться всегда на съемке того что вы придумали или доходить до идеала в плане как в референс это это то с чего вообще надо начинать это очень непонятно получается выставить какую-то задачу цель и потом не делайте так как нужно если мысли в голове о том что я исправлю это на посте то на посте вы себе делаете в два раза больше работы а то и в три потому что телефон очень редко прощает какие-то косяки съемки если вы где-то накосячили вполне возможно что кадр будет уже не поправим так что на съемочной площадке делаем все что нужно для достижения максимально качественного изображения бывает еще растягивают съемку на несколько раз там сегодня поснимал потом спустя какое-то время поснимал обычно вообще вот как у нас в рекламе на больших проектах все долго готовится потом один-два дня снимают потом долго постят если вы будете разбивать съемку на части тогда у вас во первых будут немножко разные по себе набранные кадры ну и в целом продуктивность упадет вам каждый раз нужно будет готовиться как-то впрягаться в это разгоняться так вы поняли что вот у вас есть три съемочных дня и как бы утром проснулись пошли на съемку если вы снимаете у себя на кухне там не надо ничего разбирать просто как нужно три дня уделить тому что вы снимаете или один день или два дня главное чтобы вы полностью съемку провели за раз то есть подготовились выделили время отсняли и все это как бы намного быстрее намного продуктивнее и намного лучше скажется на вашем изображении можно разделить на части в том случае если у вас какие-то глобально разные сцены то есть у меня вот ну прям совсем разные сцены не знаю если у вас есть макросъемка еды и у вас есть какой-то сюжет в кафе вот можно раз разделить два но это обычно это все делается там чуть ли не нон-стоп за раз там если на съемку еду нужно полдня значит вторая половина дня уходит на съемку кафе и на следующий день еще съемка кафе бывает косячит по эстетике кадр должны быть сами по себе а эстетичные и затем нужно следить то есть если вы делаете ну если вы работали к примеру с тем же самым шоколадом он должен выглядеть как шоколад они что-нибудь другое потому что некрасивые кадры невкусные просто попортят вам портфолио народ не поймет и тряска и плавные движения телефон маленький ребят с ним нужно он должен как бы работать двигаться как большая здоровая тяжелая камера которая не трясется где все плавные движения панорамирование если картинка статичная она статичная частенько народ просто залетает эту тему как начинают какие-то делать наезды руками или пытаться держать телефон и телефон мелкий у него мелкая матрица и все эти движения для него они выглядят как будто вы прям трясет если бы вы взяли обычную камеру просто ее трясли это точно так же выглядит потом на видео когда вы растягиваете видео смотрите на большом экране на компьютере картинка сразу становится непрофессиональной поэтому старайтесь изображение делать прям четкими без тряски без спешки если какой-то проезд наезд то там какой-нибудь слайдер или панорамирование со штатива тогда качество изображения намного станет намного более клевым сейчас пройдусь просто поэтапно о чем стоит помнить при съемке food видео в целом эстетичность картинки содержимое плохая композиция или слишком широкий угол это тоже на этом много спотыкается потому что мы привыкли в бытовых как-то условиях ну вот как бы фоткать чтобы все влезало в кадр тут нужно больше внимания уделять композиции можно отдельно по этому прокачаться почитать какие-нибудь книжки очень рекомендую всякие книжки которые были там еще советское время написаны правила композиции с тех пор не менялись а там это все очень доступно и правильно изложено плохой свет вот со светом короче свет это наверное две трети успеха клёвости изображения если у вас будет плохой свет то непонятно будет быть плохой объем и вообще не будет или будет что-то неправильное по цветам свет должен быть супер хорошо выставлен мягким там или жестким с правильными рисунками чтобы эти рисунки правильно создавали светотеневой рисунок чтобы он был объемным короче говоря над цветом нужно запариваться очень сильно потому что камера телефона во-первых не такая мощная чтобы там снимать без должного света если мы говорим о рекламной картинке которая пойдем потом идет в коммерческое использование поэтому свет это то с чего нужно начинать без него не получится сделать объемный клёвый рисунок и если вы выставляете хорошо свет то подойдет и слабый телефон там или более старая модель если вы плохо выставляете свет то не подойдет ну как бы изображение может быть одинаково плохое и на новый телефон и на какой-нибудь старый телефон так что со светом нужно прокачиваться нужно понимать все эти фишки там рисующий свет контровой заполняющий как все это работает как все это ставится говорил об этом мы повторюсь съемка на телефон не отличается от съемки на обычную камеру вся та же подготовка нужно как следует подготовиться все прочитать все продумать и потом снимать не будет такой магии что вдруг вы решили снимать на телефон и все само это за вас сделалось то есть для того чтобы что-то снимать вам это что-то нужно создать подготовить чтобы оно было красивым клевым телефон за вас этого не сделает он лишь записывать изображение и упрощает какие-то функции хочу вам сейчас показать еще материал того как вообще ну вот мы еще разок посмотрим нас кафе вы сейчас видите ролик который снят на телефон мы его до конца досматривать не будем просто сакцентируйте внимание на качество изображения вот это ролик который снят на профессиональную кинокамеру и в целом на мой взгляд изображение местами вообще одинаковое местами не сильно отличается да здесь есть более художественная картинка это что моя работа одна из старых здесь есть более художественная картинка за счет глубины резкости но в целом по наполнению по динамике кадры очень схожи друг с другом покажу свой коротенький вилл за 18 год помимо футсъемки я также делаю всякие разные проекты по рекламе и музыки но последнее время вот в основном делаю именно съемку фуд видео и иногда беру какую-то коммерцию которые мне интересны или музыкальные клипы павел спрашивает каким софтом снималась в чем обрабатывалась снимал в принципе подойдет любая программа которая подойдет любая программа для съемки в которой вы можете менять iso выдержку баланс белого я в частности пользовался программой фильме про обрабатывалась программе davinci resolve как удалось уменьшить глубину фокусировки это а глубина фокусировки я исправила дополнительные линзы есть одна линза в комплекте который у меня была которая позволяла плюс-минус сделать ту же самую ширину угла но при этом намного ближе сфокусировать по поводу того сколько вообще можно заработать на этом в целом такой ролик может стоить порядка 200 тысяч рублей вы сразу скажете почему так дорого что тут что-то такое может быть но во первых чтобы все это реализовать нужен опыт либо просто огромное количество дублей нужно все это придумать подготовить если вы снимаете это на телефон то вы отвечаете за качество и клиент ну как бы если что-то пойдет не так короче говоря то вы будете крайним и на вас лягут большие большие заботы поэтому плюс нужно делать пост продакшен нужно общаться с клиентом ну короче огромное количество всяких типовых задач которые идут совместно с созданием такого ролика но еще одна хорошая характеристика если вы делаете такого уровня материал на телефон вы как бы можете потенциально сказать что мы можем снимать в принципе на любую камеру если мы сняли так круто на телефон значит мы можем снимать на любую камеру будет еще круче как бы такие ролики это ваш зеленый билет для общения уже как бы с заинтересованными клиентами как получить первые заказы на коммерческую съемку правило очень простое во-первых для того чтобы есть есть наш потенциальный клиент это рестораны и какие-то бренды которые производят продукт вы можете сначала пойти к ним и запартнериться за бартер чтобы снять набрать себе портфолио если у вас нет портфолио потому что вам никто не доверит съемку без доказательства того что вы что-то умеете очень важно иметь портфолио неважно на что она снята на телефон там на любую другую камеру оно должно быть крутым и оно должно отвечать вашим запросам то есть если вы говорите что я хочу снять ролик к примеру там за 100 тысяч рублей то пожалуйста покажи ролик который стоит таких денег например если бы у меня спросили ну почему этот ролик так дороге стоит я бы выкатил вот такую смету где бы расписал все что я делал вплоть до тестов вплоть за до закупки всякого реквизита то что я ездил то что у меня там был какой-то человек помощника который мне это все делал что у меня было обеденное время я ел ну то есть это все учитывается в смете и составляется очень очень большая смета как бы с большим количеством пунктов все 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 эти ложки все эти чашки все было куплено все было заранее подготовлено потрачено время все это расписывается в смете так вот если вы не имеете портфолио первое вам нужно сделать портфолио желательно сделать его разносторонним то есть там один пример мы говорим про направление фуд съемки вы делаете про жидкости вы делаете про десерты вы делаете там про какую-то молочку и мясо и уже с таким большим разнообразным портфолио можете залетать к любым интересующим вас брендом в пиар отделы скидывать свои работы и предоставлять какую-то идею или коммерческое предложение которое будет полезно клиенту потому что если вы постучитесь и скажете я такой классные делают такие клевые ролики хочу вам что-нибудь снять это не так интересно клиенту чем привет я вот специализируясь на фуд съемки вот моя работа и вот конкретный кейс на ваш новый продукт который мне кажется вам будет вообще очень к месту потому что вы сейчас вроде как хотите запускать или вот я вижу что вы активно пиаритесь ну короче что-то конкретное я очень много делал бартерных съемок они заключаются в том что мне предоставляли все условия для съемки я тратил свое время потом получалось какой-то продукт следующие съемки могли быть с этими же компаниями бартер уже заключался в том что мне полностью оплачивали все оборудование потом возможно еще какую-то копеечку сверху но я как бы прям делаю еще более крутой продукт а потом когда они уже были во мне уверены у них была необходимость в съемках ну как бы я выставлял просто чек за свою работу потому что первые кейсы я делал так и говорил мне нужно портфолио у меня сейчас нету я там хочу с вами подружиться я хочу сделать коллаборацию чтобы как бы все знали что я такой классный снял для вас ролик но когда им уже нужно что-то коммерческое то как бы портфолио уже есть вы знаете что я это могу вот такая то стоимость работы будет для создания видео и так можно неважно вы если живете в регионах где-то там хоть с продуктового магазина или какого-то местного кафе начинайте поэтапно и поэтапный рост покажу свои работы вначале это очень старый кейс за 2015 год по моему то есть он у меня снят такое ну не полубартер короче большую часть бюджета который у меня было я вложил обратно чтобы сделать прикольное портфолио то есть у меня было перевложение денег и впоследствии после этого были более что ну то есть я мог выставлять более высокую планку для того чтобы брать более интересные заказы на тот момент это был 15 год не было еще идеи в съемке в мобильной съемке но сейчас все то же самое можно с возможностями современных телефонов сделать вообще на раз пантограф жестко фиксирует или можно перемещать камеру плавно ну можно делать всякие плавные панорамирование проезды если мы посмотрим ролик Nescafe вот этот проезд в самом начале он был сделан на пантограф так что какие-то проезды можно но какие-то проезды с регулировкой панорамированием и высоты сделать нельзя потому что все таки он как бы плавно двигается но в начале и в конце не так плавно как хотелось бы у него будет немножко не очень старт и немножко не очень остановка ну что ж друзья давайте тогда подводить итог я вам всем рекомендую подписаться во первых на канал нашего замечательного рестора на youtube канал где вы сейчас пишите комментарии потому что помимо меня там есть еще огромное количество самых разных клевых спикеров вообще обучение повышение скиллов и разные как бы сбор разных точек зрения это очень важный элемент прокачки как профессионально так и личностного мне было приятно для вас рассказать поделиться знаниями я надеюсь что вы их будете использовать надеюсь зарядил вас зарядом мотивации мотивация очень важно спасибо всем за потраченное время и спасибо большое рестору за то что пригласили провести эту лекцию я надеюсь эта лекция не последняя если вдруг кто-то захочет пишите мне в директ в инстаграме никита пугачёв буду отвечать будем повышать скиллы в общем всем рад всем пока и респект рестору